Друзья, всем привет! С вами канал Grand Exam, меня зовут Филин. Уж никогда бы не подумал, что я здесь, на этом канале, буду рассказывать вам про коронавирус, но приходится. Сегодня мы поговорим с вами об отменах в связи с коронавирусом, занятий в школах и что это значит для выпускников для 11 классов. Поговорим об отменах и переносах важных для поступления мероприятий, которые имеют место быть уже сейчас. И постараемся ответить, наверное, на самый волнующий сейчас вопрос, насколько вероятно отмена или перенос основной волны ЕГЭ-2020. Погнали! Важнейшее событие прошедших дней это, безусловно, рекомендации Рособорнадзора перевести школы по всей стране на дистанционный режим работы. На дистанционное обучение могут перейти школы Иркутской области. Такие рекомендации отправило Министерство просвещения России всем регионам. В Москве и Московской области, кстати, уже вышли распоряжения мэра и губернатора, соответственно, о свободном посещении школы. С понедельника возможно свободное посещение школ. Тем детям, чьи родители выберут дистанционное обучение, учебные заведения постараются обеспечить все необходимое. Обычные занятия тоже никто не отменяет. Решение за родителями. То есть, если вы живете в Москве или Московской области, вы уже можете со спокойной совестью не ходить в школу, сидеть дома и усиленно ботать. Чего я и желаю всем одиннадцатиклассникам. Теперь родители сами решают, везти ребенка в школу или нет. Отсутствие на занятиях не будет считаться прогулом. Причем важно очень ответственно подойти к этому периоду изоляции и прямо вот с первого дня садиться и начинать ботать. Почему? Давайте поразмышляем. Ясно, в общем-то, что ничему там вас школа дистанционно сейчас научить не сможет в период этой изоляции. Ясно, что в большинстве школ просто нету технических средств для этого. Нету графических планшетов, чтобы проводить трансляции. Нету средств захвата изображения с видеокамер, чтобы транслировать классную доску. Так что все ваше дистанционное обучение, скорее всего, будет заключаться в том, что вам будут через электронный дневник или как-то еще высылать задания. Типа, прочитайте соответствующий параграф, выполните после него упражнения и потом вы в лучшем случае будете скидывать фоточки своих задачек в какой-нибудь общий чатик в WhatsApp. Ясно, что не будет никаких ни контрольных, ни самостоятельных, ни тем более лабораторных. То есть, в целом, понятно, что долго это продолжаться не может. А какой вывод? А вывод простой, что если, конечно, не будет какого-то обострения прям уж совсем с этим коронавирусом, посидите вы две недельки в этой изоляции и через две недели вам скажут, пожалуйста, обратно в школу. Так что к 11 классу у меня простое пожелание. Ребят, не тратьте время зря. За две недели можно выучить бесконечное количество информации. И вы в этом убедитесь, когда у вас будет первая сессия в универе. Так что ботайте, отнеситесь к этим вирусным каникулам как к шансу. К шансу отбросить все лишнее, сосредоточиться на ЕГЭ и поднять свой результат баллов на 20-30. Если вы сдаете, например, физику, присоединяйтесь к марафону Егора. У него как раз со вторника начинается электростатика, электродинамика. Как раз за две недели сможете, не отвлекаясь, все заботать. Ссылочка и купон на скидку, как всегда, внизу. Если вы не сдаете физику, берете и нарешиваете варианта по три в день. И если вы вот эти две недели каждый день будете решать по два-три варианта, это будет иметь эффект. И значительный, поверьте. Интересная история, кстати, связанная с коронавирусом, произошла недавно в Китае. Хотя там все истории, которые сейчас происходят, связаны с коронавирусом. Естественно, что в Китае коронавирус уже давно. И естественно, что уже давно никто не ходит в школы. И все школьники находятся как раз на дистанционном обучении. То есть, то, что предполагается у нас сейчас. Но только если в наших школах сейчас, скорее всего, дистанционное обучение будут организовывать все, кто как может. А вот в Китае, как я понял, подошли к этому вопросу глобально. То есть, там была такая централизованная установка, как же конкретно организовывать вот это дистанционное обучение. И организовали они вот через мобильную приложуху Dintalk. Приложение это, вообще говоря, для организации задач совместных. Ну, а китайцы, как я понял, решили приспособить это приложение для того, чтобы задавать в нем задания детям. И в нем же контролировать и принимать решения. Ну, и китайские школьники, видимо, подумали. Тут такие дела творятся. Она заставляет какую-то домашку делать. Дружно скооперировались, организовались. Ну, и отправились в App Store минусовать это приложение. Ставить ему отметку в 1 звездочка. Ну, а если в магазине приложения Apple у какого-то приложения слишком низкая оценка, его могут оттуда просто удалить. На это они и надеялись. Представьте эмоции разработчиков этого приложения, которое, вообще говоря, сделано для каких-то бизнес-задач, не для школьников. Когда за одну ночь рейтинг их приложения опускается с отметки 4,9 до 1. Короче говоря, вот такие дела. Учитесь у китайских школьников. Отменят ли или перенесут ли в этом году ЕГЭ в связи с коронавирусом? Это, пожалуй, самый волнующий сейчас вопрос. Уже в связи с коронавирусом отменяются важные мероприятия, связанные с поступлением. Так, МГУ в связи с коронавирусом перенес на неопределенный срок заключительные этапы Олимпиад Ломоносов и Покори Воробьевы горы. По льготам по этим Олимпиадам ежегодно в ВУЗы поступают сотни ребят. То есть это, конечно, не перенос ЕГЭ, но тоже очень и очень существенно. Наверняка кто-то из вас хотел участвовать в этих Олимпиадах. Напишите в комменты. Окей, все логично, все понятно. Может быть, действительно, Олимпиады даже опаснее в плане распространения вируса, потому что ЕГЭ, как правило, вы пишете в каких-то маленьких аудиториях, а на Олимпиадах не так-то уж много проверяющих, и их часто пишут в больших таких поточных студенческих аудиториях, и там действительно кто-то чихнет, сразу там огромное количество людей заразится. Окей, но сейчас даже спецшколы переносят свои вступительные испытания и тоже причиной ставят коронавирус. Например, московский лицей 1580 при МГТУ имени Баумана перенес свои вступительные вот прямо уже накануне, с марта на май. Хотя, казалось бы, там уж не будет такого столпотворения людей, как на Олимпиаде или на ЕГЭ, но тем не менее. Так что будет с ЕГЭ? Есть в ВКонтакте такой популярный паблик, называется «За возрождение образования». Так вот, авторы этого паблика прогнозируют такой сценарий. Коронавирус сейчас будет только распространяться, расширяться, потому что, ну, потому что так во всем мире происходит. К моменту проведения ЕГЭ он как раз может набрать свои обороты, и ЕГЭ придется в этот раз отменить. Школы выдадут аттестаты без ЕГЭ на основе ваших оценок, ну, а ВУЗам придется делать набор по старинке, по внутренним своим вступительным испытаниям, так, как это было в далекие времена, когда поступали в ВУЗ еще ваши родители. Есть в этом логика? Ну, наверное, есть. Но мне в такой ход развития событий верится слабо. По целому ряду причин. Во-первых, вступительные экзамены в ВУЗе тоже предусматривают скопление достаточно большого количества людей. Сейчас дополнительные вступительные испытания в тех ВУЗах, где они есть, проводятся в середине июля. Давайте предположим, что ЕГЭ нету, и ВУЗы где-то в этот же период начинают проводить собственные вступительные испытания. Ну, перерыв-то небольшой на самом деле. ЕГЭ проводится в начале июня. Есть, конечно, вероятность, что вирус за это время сойдет на нет. Но все же. Второй момент. На ЕГЭ каждый год выделяется огромное количество бюджетных денег, которые всем очень хотелось бы, конечно, реализовать. Так что мне кажется, чиновникам проще попросить дополнительные деньги из бюджета, закупить на всех выпускников страны 800 тысяч противогазов и загнать вас списать экзамен в противогазах, чем ЕГЭ отменять. Третий момент. Досрочный этап ЕГЭ стартует уже через несколько дней. Его никто не торопится отменять или переносить. Хотя вроде бы коронавирус уже тут, уже школы закрывают массовые мероприятия, запрещают и так далее и тому подобное. Ну и четвертое. На днях Министерство просвещения прямо ответило на вопрос ТАСС о переносе сроков ЕГЭ. Переносить ЕГЭ не планируется. Подготовка к проведению ЕГЭ идет в штатном режиме. Но при этом в пунктах проведения экзамена будут применяться дополнительные меры безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава. Кажется, противогазом или респиратором на ЕГЭ все же быть. Чувствую, тогда это будет самый запоминающийся экзамен за всю историю ЕГЭ. И еще один аргумент в пользу того, что ЕГЭ в этом году все-таки постараются провести штатно. Во всем мире уже давно пушует коронавирус. И в это самое время Рособранадзор заверяет нас, что экзамен пройдет штатно и ничего бояться не надо. И плюс рассказывает нам о том, как он ведет подготовку к ЕГЭ. И какие новые технологии планируется внедрить. Процедуру проведения экзамена уже в этом году. То есть явно в Рособранадзоре полным ходом идет подготовка к проведению экзамена и ничего отменять они не планируют. Что за технологии? Сейчас расскажу поконкретнее. Они тоже, кстати, очень интересны. Первое это система распознавания лиц. Идея очень простая. Время от времени кто-то пытается пройти на экзамен по чужому паспорту. Такая история, кстати, была в тот год, когда я поступал 9 лет назад. Тогда пятеро студентов МФТИ прошли на экзамен вместо выпускников и написали за них ЕГЭ. В Москве задержаны студенты, прикинувшиеся школьниками на ЕГЭ. Был большой скандал. Вроде бы приняли какие-то меры предосторожности, чтобы история не повторилась. Но все равно. Вот сейчас Кравцов заявляет, что в прошлом, в 2019 году, было выявлено 11 случаев написания работы ЕГЭ чужим почерком. Мне вот, кстати, интересно, они что, заносят образец вашего почерка в какую-то базу? И потом при сканировании работы автоматически сверяют почерк в вашей работе с почерком в своей базе? Так что ли это работает? Трэш какой-то. Как иначе не могли понять, что работа написана другим почерком? Я теряюсь в догадках. Но имейте в виду. Ну и в этом же году планируют интегрировать систему видеонаблюдения на ЕГЭ с нейросетью. Идея простая. Камера в аудитории интегрирована с компьютером. И нейросеть следит за вашим поведением. Кто-то не так наклонился, куда-то не туда повернулся, посмотрел, встал, не дай бог. Нейросеть автоматически замечает, что ваше поведение ненормальное, реагирует, подает сигнал человеку, модератору, и тот уже разбирается в ситуации. Ковцов говорит, что эта система уже готова, и уже в этом году она будет работать на экзамене. Так что имейте в виду, будьте осторожны. Хотя на самом деле все понимают, что в аудиториях никто не скатывает, а скатывают все в туалетах. В туалетах, я надеюсь, такие камеры стоять не будут. Я вот что-то сейчас подумал, вот эту систему Кравцова с автоматическим распознанием нейросетью каких-то нарушений. Лучше применить не на ЕГЭ, где и так все запуганы, там металлоискатели, 10 контролеров, туалет тебя под конвоем ведут. А на других мероприятиях, которые, кстати, тоже проводятся в школах. Вот такие дела. С вами был Филин. Спасибо за поддержку роликов. Удачи вам на экзаменах. Не болейте, почаще мойте руки.